Ну, здрасте, здрасте, мои дорогие друзья! Славно, что вы заглянули в таверну, ведь сегодня у меня отличная история, которую я посвятил великому гному. Да-да-да, тот самый гном, который единственный, как я слышал, кричал во время битвы пяти воинств, знаменитый боевой клич гномов. Что ж, теперь вы точно знаете, о ком эта история. Да-да, Дайн-второй железностол. Любить и жаловать этого почтенного великого гнома. Сегодня я вас познакомлю с его историей. Потому, присаживайтесь поудобнее, наливайте полные кружки, мы приступаем. Дайн происходил из древнейшего царского гном его рода Средиземья, Колена Дурина, и являлся сыном Найна и внуком Грора. Дайн получил прозвище Железностоп, скорее всего из-за того, что гномы Железных Холмов носили железную обувь, а также существуют версии о том, что свое прозвище Дайн получил за излюбленный вид доспехов, сапоги и поножи из гибкой, но прочной стальной сетки. Секретом изготовления такой сетки владели только гномы Железных Холмов. Да, дальние это земли. Но мы будем говорить сугубо о Дайне сегодня, потому продолжим. Знаменитому Торину Дубащиту Дайн приходился кузенам. Родился он в 2767 году Третьей Эпохи. Разумеется, да, в Железных Холмах. В юности Дайн принял деятельное участие в Великой Марийской войне гномов и орков. О ней, да, у меня есть отдельная история, которую я рассказывал очень давно, и, наверное, стоило бы ее заново рассказать, да и дополнить интересными деталями. Но это уже как сами решите. Так вот, война эта длилась долгие шесть лет. С 2793 по 2799 года Третьей Эпохи. Дайн принял участие в сражении в долине Азанул-Бизар. Позже он стал королем после не самых веселых событий. Стал королем он после того, как его отца убил орк Азог. Во время битвы приазанул Бизар. Сразу после убийства отца Дайн набросился на Азога и убил его самого. В тот момент Дайн был очень молод, ему было всего лишь 32 года. Да, по, в принципе-то, подросткам по гномьим меркам. Поэтому его подвиг считался выдающимся. Опять-таки, ему хватило мудрости, хоть он и был молод, не вести гномов дальше в море, так как он знал, что они не смогут победить. Затем Дайн заглянул в восточные врата морей, но испугался проклятия Дурина. Гном отошел от врат с выражением великого ужаса на лице и сказал своему кузену Трайну, что время для возвращения гномов в море еще не настало. Дайн вернулся в Железные Холмы, где стал предводителем гномов. Среди предметов, которые изготавливал народ Дайна, были кольчужные ботинки, сделанные из хороших и гибких колец. Только народ Дайна владел секретом их изготовления. В те времена его королевство в Железных Холмах было настолько великим, что только оно было способно всерьез отразить атаку армии Саурона. В 2941 году Дайн получил принесенное водо, письмо от своего кузена Торина Дубащита. В письме говорилось, что Торин вернул одинокую гору, и ему нужна помощь Дайна, чтобы выстоять против армии озерных людей и эльфов Темнолесья, которые уже заняли подножье горы. Дайн быстро собрал отряд из 500 гномов и отправился на запад. Когда они добрались до места, то разбили лагерь на восточном склоне горы. Затем появился Гэндальф и сообщил, что орки и варги Туманных Гор приближаются под предводительством Больга, сына Азога. Дайн пришел на совет к Барду из Озерного Города и королю Трандуилу из Темнолесья. Затем гномы присоединились к остальным войскам и разгромили армию орков в битве Пяти Воинств. Торин Дубащит был убит в сражении, и Дайн стал королем под горой. Он подарил владыке орлов золотую корону в залог дружбы между гномами и орлами, которые помогли им в битве. Дайн мудро распределил сокровища Одинокой Горы между выжившими гномами и дал одну четырнадцатую долю золота и серебра Барду, чтобы он смог отстроить Озерный Город. Он также вернул из Умруды Гириона Барду, а тот отдал их королю Трандуилу. Дайн подарил Бильбо серебряное с жемчужинами ожерелья, которые тот дарвал Трандуилу. Дайн был мудрым правителем, и его народ нажил большое богатство, а также имел прекрасное отношение с людьми из Дейла, а также, вероятно, и с эльфийским королем Трандуилом. Гномы Одинокой Горы процветали во время правления Дайна, ставшего великим и мудрым. Но через несколько лет некоторые гномы начали проявлять недовольство, и Балин в 2989 году решил повести группу гномов в море. На что Дайн согласился крайне неохотно. Незадолго до Войны Кольца посланники Саурона предложили Дайну сделку. Он поможет им найти и вернуть Кольцо Всевластия, а Саурон взамен отдаст им три гномьих Кольца, которыми он владел, а также и захваченную орками морю, при этом намекнув, что отказываться от предложения не стоит. Дайн ничего не ответил и приказал посыльным убираться прочь, а сам отправил Глоина и его сына Гимли в Ривенделл на совет Элронда, готовясь при этом к войне. В марте 3019 года армия Истерлингов, союзников Саурона, атаковала Одинокую Гору и Дейл. Дайн и король Бранд, внук Барда, повели свои народы в битву за Дейл, которая длилась три дня. 17 марта был убит Бранд, а Дайн стоял над его телом и сражался топором до тех пор, пока не был убит сам. Дайн погиб перед вратами Одинокой Горы. Он уже тогда был очень старым, ему было 252 года. Но все еще он оставался великим воином, что он и доказал в бою. Его мастерство в битве было несравненным. Гномы и люди Дейла укрылись внутри Одинокой Горы до тех пор, пока новости о победе на юге не достигли их. И тогда они отбросили Истерлингов назад. Затем сын Дайна, Торин Камнешлем, стал королем под горой. Такова история этого великого и славного гнома, который нам, да, многим запомнился по экранизации Питера Джексона Хоббит. Его появление в третьей части фильма было просто великолепным. Кто со мной согласен, обязательно ставит лайк под этой историей. Я же за всем, да, обязан с вами прощаться, откланиваться и желать всего самого наилучшего. Ну, да, конечно же, доска почета. Как всегда забываю. Но спасибо, что вы напоминаете. И спасибо, что пишете свои комментарии, которые частенько попадают на эту доску. Потому любуйтесь на тех счастливчиках, кто на нее попал. А я же откланиваюсь и прощаюсь. Всего доброго и хорошего, мои дорогие друзья. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!